Ребята, приехали судебные исполнители? Посмотрели. Я провела их полностью по всей территории. Собаки вывезены, но за 4 дня нам подбросили 34 малыша. И они отказываются писать о том, что судебное решение выполнено. Они пишут, что решение выполнено частично. Документы я не подписываю, потому что решение суда выполнено, но они отказываются это писать. Я сегодня вывезу малышей, завтра их накидают опять, потому что дом не продан. Я прошу помощи, срочной. Я прошу полностью отозваться всех. Ребята, срочный репост по всем каналам. Срочный, прошу вас. Я ничего подписывать сегодня не буду, пока вы правильно не сформулируете свой доклад о том, что решение суда выполнено, животные вывезены, а вот эти подбрасывания, они будут всю жизнь. Дома остались только те, кого мы прооперировали. И те, кто выедет у нас через 3 дня. Но они сказали, что это не считается. Вот. И плюс малышей, которых накидали за 4 дня. Мы приедем, вывезем, мы приедем. Я сказала, что я никого не поищу. Это мои собаки. Решение суда я выполнила. Полностью все сломано. Что им еще надо? Мама с детками. Что мне делать, если за 4 дня накидали 34 щенка? Что мне сделать? Вот это называется большие собаки. И это называется невыполнение суда. Как я могу выполнить решение суда, если малышей продолжают кидать? Как? Мы все вывезли, мы все переломали. Вот, два старичка осталось. А это стерилизованные. Вот я вчера их вам показывала. Это собаки после стерилизации. Все. Я показала все. Я сказала, что они выезжают, как только будет возможность, чтобы не навредить их здоровью. А все остальное, друзья, сломано. Все, все сломано. Я провела судебных исполнителей вот здесь. Всех. Я им все показала. Я показала, что животных нет. Только я ничего не добилась. Я провела. Я все им показала. Но они пишут, что животные вывезены частично. Все вывезено. Никого нету. Никого, ребят. Никого. Все вывезено. Вот эту в расход. Давайте убьем, как хотят судебные исполнители сегодня. Я немножко успокоилась, потому что начала капать ребенка. Вена у нас нету. Капаемся в холочку, чтобы обезвоживание убрать хотя бы. Здесь малыши выздоравливают. Самые тяжелые. Ребята, как же так можно, а? Ну, мы же все-все делаем. Мы через голову перепрыгнули. Мы наизнанку вывернулись. Мы же так много сделали. Мы меньше, чем за год весь приют перемахнули с одного места на другой. Я вам так благодарна всем, Господи. И поэтому у вас сейчас прошу поддержки. Ну, вы же меня понимаете. Иначе бы вы не были со мной весь этот год. И все это время, пока существует лохматая душа. Ребят, ну, страшно мне, понимаете? Просто страшно. Я сейчас уеду с этих грязей. И здесь будет полный ад. Здесь будет филиал ада на земле. Потому что то, что здесь творят с животными, и сколько их здесь швыряют. Это страшно, ребята. Это страшно. Я боюсь думать о том, что я уеду, и что здесь будет. Мы бьемся изо всех сил. Правда, изо всех сил. Вы же все рядом с нами. Вы все это понимаете. Вы все это видите. Но почему же до такой степени выворачивают нервы? Рвут их просто на куски. Как человек может продержаться столько времени в таком диком напряжении? Ребята, я не знаю, как мне выдержать. Я просто уже не могу больше. Я больше просто не могу. Здесь достают. Вывози. Там не могу достроить. Нет денег. Ну что же делать, скажите? Ну что делать? Как выжить? Как что-то можно сделать, если вокруг окно равнодушие есть? Не могу вывести последних малышей вот этих. Не могу. Потому что нет стройматериалов. Не еще построить вольеры. Что мне делать? Я словно в каком-то замкнутом кругу. В яме в какой-то. Что мне делать? Ну что мне делать? Продолжение следует... Продолжение следует...